очередной день очередной видос сегодня мы говорим про новые гаджеты от lenovo и здесь у меня два разных гаджета которые казалось бы не взаимосвязаны друг с другом это ноутбук это vr набор джейди челлендж то есть для фанатов звездных воин штука с лазерными мечами прочими вещами короче давайте про ноутбук начну вот с чего когда мне говорят что макбуки это дорогие ноутбуки я сразу вспоминаю подобные решения потому что я-то знаю что у каждого производителя windows ноутбука за пазухи есть флагманские модели которые стоят не столько сколько макбука иногда даже дороже гораздо дороже вот идеальный пример сингпад x1 yoga у них еще есть серия карбон обычные ноутбуки тоже дорогие но это йога и когда компания lenovo попыталась совместить первый раз сингпады и йогу я очень сильно побоялся потому что я безумно люблю линейку сингпад это ноутбуки которым в прошлом году стукнуло 20 лет если вы зайдете на какую-то доску объявлений в поисках старейшего бу ноутбука огромное количество ноутбуков которые будут продаваться будут и сингпады потому что это безотказные ноуты ремонтопригодные ноуты они работают просто как швейцарские часы в полевых условиях где угодно но это при этом очень необычные ноутбуки они не отличаются дизайном они выглядят довольно так топорно и астетично то есть это не красивая игрушка это прям рабочее решение сегодня мы смотрим на сингпад x1 йога и сразу же переходим к его комплекту коробочка кстати очень сильно напоминает коробку от смартфонов one plus красного цвета внутри сам ноутбук конечно же я до этого его уже распаковывал настраивал пользовался именно просто красиво это все обратно сложу чтобы вам продемонстрировать как это будет выглядеть при покупке если конечно же вы будете готовы выложить за ноутбук 70 тысяч гривен вы скажете что это дорого да безумно это дорого конечно же это дорого хотя есть огромное количество людей в бизнес сфере которые позволят себе такой ноутбук купит его себе то на 5 лет вперед и будут пользоваться в поездках коммунировках и так далее давайте начнем с распаковки немножко попозже расскажу про сам ноутбук его технические характеристики и вы частично поймете откуда складывается такая цена нас коробки идут два кармана в одном у нас идет зарядное устройство блок питания который кстати подключается ноутбуку по юсб тайп си забегая наперед этот ноутбук поддерживает быструю зарядку и от 0 до 80 процентов он заряжается за час для ноута это вот так . давайте на коробку скинем с этим все понятно вот в этом конверте лежат переходники всяческие разные переходники для ноутбука и по стандарту вообще идет вот такой переходник для ethernet кабеля но есть еще скажем так расширенная версия этого всего дела это вот такой переходник здесь hdmi вга и все как положено юсб 30 и еще один ethernet самом ноутбуке большого количества портов не ждите потому что это тоже ультра компактное решение и в этом как бы любой производитель сейчас ограничен хочет сделать себе что-нибудь более-менее легкой тонкая будь добр откажись от кучи разных переходников вы это рог нашего десятилетия смотрите какая микрофибра в комплекте и пожалуй я оставлю себе чересчур она хороша итак переходим теперь самому ноутбуку 14-дюймовый ноутбук массой чуть больше килограмма кило сто если быть точнее легкое решение и сразу же сразу же бросается в глаза и тактильно конечно же это узнаваемость покрытия любого сингпада это матовое покрытие которое до собирает на себе отпечатки пальцев и за долгие годы все владельцы симпатов поняли что с этим даже нет смысла бороться вот просто он такой его нужно принять таким какой он есть но поверхность невероятно приятная она прям вот такая как шелк знаете как какой-то бархат или шелк и ну сразу же видно что симпат правда за одним исключением когда вы его раскрываете можно сделать вот таким образом получается планшет и сразу зачем якобы вот переворачивать здесь естественно уже сенсорный экран потому что в таком решении он превращается в планшет в комплекте прям в корпусе самого ноута есть стилус чтоб не потеряли вставляется и здесь есть несколько вариантов использования стилуса но я предполагаю самый главный скажем так вариант использования это цифровая подпись люди которые занимаются бизнесом которые ведут постоянно какой-то документооборот там в дороге где-то еще они пользуются цифровой подписи лишь нам говорить я сам пользуюсь цифровой подписью то есть когда я подписываю какие-то документы у меня уже заготовленная цифровая подпись есть вот интересный нюанс за цените когда ноутбук в в таком положении у него идет рабочая клавиатура то есть можно нажимать как только вы его переворачиваете клавиатура полностью всасывается в корпус чик все кнопки полностью то есть ровная поверхность клаву не цепляем кнопки уже не нажимаются то есть конструктивно это в принципе дорого сделано я еще не видел ноутбука в которых можно его сложить как бабочку что клавиатура пряталась корпус это клёво вторая тема которая бросается мне в глаза которыми очень сильно позабавило это веб камера а конкретное решение которое позволяет ее заблокировать шторка вы нажимаете вот здесь так вот переходник и все камера закрыта а это уже наводит на очень интересные мысли на две мысли первый вариант либо же компания Lenovo просто поддается тренду и понимает что среди богатой аудитории есть много параноиков да ну просто они есть и заклеивают свои веб-камеры наклейками на этом даже построен отдельный бизнес на алиэкспресс продаются реально наклейки для веб-камер которые покупают миллионными тиражами на этом делают большие бабки то есть сделали типа чтоб люди были спокойны даже марк цукерберг заклеивает свою камеру наверное что-то знает но второй вариант возможно этим ходом компания Lenovo официально признает что да за веб-камерой ноутбука реально могут свидеть то есть реально могут подключиться заломать что-то и наблюдать за вами за веб-камерой в любом случае такое решение здесь имеется и это ну скажем так очень приятный бонус прям приятный бонус конструктивно здесь даже больше сказать нечего потому что клавиатура тачпад вот этот рычажок красный и расположение клавиш над тачпадом это классическая тема расположения всех ноутбуков синкпад только здесь добавили сканер отпечатка пальца который отдельно настраивается в системе здесь хороший дисплей 14 дюймов такое вот современное решение не 13 не 15 а 14 дюймов бывают разные конфигурации в нашем случае это экран 2к с поддержкой hdr то есть вот еще один намек на то что ноутбук скажем так должен стоить недешево и конечно же основные компоненты которые тянут за собой огромную стоимость ноутбука находится внутри его во первых это процессор intel core i7 восьмого поколения который прям прям хорош да но несмотря на это во время работы здесь очень часто ограничивается скандак пиковая нагрузка этого процессора потому что корпус тонкий и в такой тонкий корпус очень тяжело сделать какое-то достойное мощное охлаждение к примеру компания apple недавно выпустила патч для новых макбуков чтобы ограничивать мощность последнего процессора intel core потому что просто не справляется обдув с такой нагрузкой поэтому приходится искусственно это все дело ограничивать у этого ноутбука дискретная видеокарта 620 intel и вот здесь я очень сильно жалею во первых вот такой ноутбук бы меня заинтересовал если бы он был во первых в 15 дюймовой конфигурации во вторых настоящий полноценной видеокартой потому что получилось бы уже очень неплохая машина даже для видео монтажа и графики сейчас это просто очень мощный ноутбук очень мощный ноутбук для серьезной работы для серьезных людей то есть вы берете этот ноутбук собой в дорогу он энергоэффективный его хватает на 8 часов работы если вы включаете там яркость экрана 50 процентов хотя вообще производитель заявляет до 15 часов работы этого ноута 8 будет работать если 50 процентов яркости там киношки смотрите с документами с большими таблицами работаете даже на 620 с хотел сказать снэп дрэгоне без стройте какая профессиональная деформация интеловской видеокарте и intel hd да интегрированной карте вы сможете играть старые игры точно сможете какие-нибудь герои меча и магии старый need for speed какой-нибудь counter strike вообще легко в дороге но ноутбук безусловно не игровое решение единственная наверное претензия моя к этому ноутбуку хотя официально компания заявляет что действует мощный звук динамиков динамики расположены вот здесь и понятное дело что конструктивно они всегда будут немножко приглушены потому что ноутбук вот так вот лежит да вот вы им пользуетесь им звук идет вниз он не сильно громкий допустим но у ноутбуков с динамиками которые находятся вот здесь есть небольшое преимущество но дизайн этого ноута я даже не знаю как передать вот просто люди делятся на тех кто очень любит thinkpad а есть люди которые просто равнодушны к нему я неравнодушным симпатом безумно стиляжный ноутбук безумно приятный вот прям такой знаете мужской ноутбук вторая тема которая влияет на дороговизну конкретно этой модели это его ssd ник на 512 гигабайт это ssd ник самсунговский очень производительная обсказал даже среди большинства windows ноутбуков это самый быстрый ssd ник который работает по профилю pc и экспресс в общем безумно быстрая штука однако я до конца не понимаю какие сценарии использования позволят выжать максимум из этого железа не считая видеокарты в игре на нем как мы поняли уже особо не поиграешь это не геймерский ноутбук то есть остается вариант каких-то трудных вычислений да какие трудные вычисления на windows на сегодняшний день могут производиться если вы знаете какие-то конкретные приложения которые потребуют такого мощного процессора такого быстрого ssd ник а напишите в комментариях не потому что ну мне сейчас тяжело но фотошоп как бы окей фотошоп там трудные проекты будут тянуться здесь нормально но 14 дюймов напрашивается как минимум пятнашка либо подключение к внешнему монитору остальные варианты возможно есть какие-то не знаю трудные программы которые стоит запускать я скорее всего придерживаюсь того что это просто мощный ноутбук с имиджевые составляющие потому что все таки синг-пад это ноутбуки для серьезных мужиков для серьезных людей которые прям занимаются делом я как вспоминаю людей которые покупают себе синг-пады эти люди знаю чем они занимаются они прям используют ноутбук от и до годами прям на износ и все равно эти ноутбуки остаются работоспособными даже после такого человека как я отдельно на что хочу обратить еще внимание у этого ноутбука это качество картинки изображения windows ноутбук это на сегодняшний день так и знаете лотерея когда покупаешь себе windows ноутбук то выбрать прям хороший экран очень очень тяжело у всех ноутов они отличаются сильно допустим когда ты покупаешь macbook ты знаешь что там за экран потому что из года в год он стабильно офигенный для определенных задач на винде приходится присматриваться так вот это один из немногих windows ноутбуков экран которого прям заставляет себя влюбиться потому что очень четкая цветопередача очень крутая калибровка углы обзора понятное дело здесь максимальные но вот прям для каких-то графических задач экран как мне кажется очень клево откалиброван прям очень клево откалиброван он в меру ядовитый у него классная детализация смотрю на фотографии и понимаю что на нем можно даже спокойно обрабатывать какие-то проекты фотошопе не боясь что промажут это по цветовому профилю ну и понятное дело в конце когда мы говорим за цену я уже ожидаю в комментариях огромное количество людей которые будут писать свои варианты как бы они потратили деньги которые нужно потратить на этот ноутбук можно собрать какой-то пока можно купить мотороллеру можно там не знаю что еще сделать да вот такие вот реалии жизни есть продукты которые стоят безумно дорого это не значит что они не должны существовать это не значит что они просто так сделаны и действительно покупают и находятся люди для которых даже такая сумма денег является просто выгодным каким-то вложением свои эмоции в повседневные будни ну как бы придется с этим ребята уже как-то смириться да есть ноутбуки достойные там какой-то цены есть ноутбуки которые оверпрайс но у них тоже есть своя аудитория более узкая аудитория понятно это не популярный продукт он не будет продаваться там как горячие пирожки и понятное дело скорее всего такой ноутбук даже в кредит брать никто не будет потому что цена уже такая что тут либо у тебя есть деньги либо у тебя их просто нет в начале этого видео я наверное допустил ошибку назвав эту штуку лиаром это не вирта и арт набор то есть дополненная реальность и как вы знаете на моем канале такие штуки редко вообще показываются потому что я не сильно увлечен подобной техникой однако вот передо мной есть специальный набор для фанатов звездных войн здесь у нас как я понял маска и здесь у нас lightsaber то есть лазерный меч и все это дело работает как бы по принципу и ар у вас проецируется в реальном времени реальной местности какая-то фигура и вы можете там прям мечом крушить это все делать проблема в том что я это показать не смогу каким образом я покажу как у меня там что-то вы и арт происходит то есть я без понятия как то поэтому давайте ограничимся распаковка огромная коробка я не могу сказать что я прям фанат звездных войн я смотрел да все серии всей этой саги на ему сказать что прям фанатично к этому отношусь на тема космоса явно-таки не моя смотрите какая дрымба ну довольно легкая чтобы ей махать включается это все вот здесь загорается и в маске это должно все вылезти я должен там резать налево и направо кстати я вот не знаю насколько это приближено к реальности скажите мне в комментариях так выглядит настоящий lightsaber или не так верно так так поехали дальше теперь комплект с бумажечкой приложение на смартфон это видимо и сама голограмма которая будет выводиться прикольно похоже на грушу и комплект зарядки не прочими вещами да вот все переходники для смартфонов то есть это все подключается к смартфону для ios lightning кабель микро юсб и избитой psy и конечно же зарядка и вот сам этот шлем очень забавную хрень такая раз два до чувствую себя пилотом и звездных воин все двоится в глазах но это не vr и это очень хорошо потому что панически боюсь я вестибулярный аппарат у меня хреново срабатывает на эти дела в и or я хотя бы смогу что-нибудь поделать в общем ребята я пошел разбираться с этой всей штукой читать инструкции настраивать со смартфоном и все наверно свои впечатления именно об этом комплекте и or я пишу уже в телеграм-канале потому что ну такие вещи на видео невозможно передать ощущение нужно прочувствовать ну и даже показать не получится понимаете поэтому телегу подписывайтесь там все будет вообще это видео было посвящено этому ноутбуку поэтому появление в кадре этого комплектов спонтанная тема всем пока